Добрый день, меня зовут Сарсенбаев Марат Хабрашитович. Я являюсь преподавателем специальной дисциплины в колледже радиотехники и связи города Семей. Работаю я в колледже радиотехники и связи с 2003 года. С небольшим перерывом я уходил на производство, работал по ОКО Стильрадио ВК ОДРТ. В настоящий момент являюсь преподавателем специальной дисциплины по специальности «Монтаж технического обслуживания и ремонт медицинского оборудования». Я предлагаю вашему вниманию небольшой видеоурок. Этот урок предназначен для обучающихся студентов 2-го курса, то есть в данном случае разъясняется начало электроники. Благодарю за внимание заранее вас. Добрый день, студенты. Сегодня у нас дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования». Тема номер 9 – «Диоды». В силу того, что у нас сейчас с вами урок по спецдисциплине, мы рассмотрим общие принципы построения диодов и их работу. Соответственно, затем у вас будет дисциплина теоретического цикла, где вы полностью рассмотрите, каким образом это работает, какая технология применяется при изготовлении диодов. В общем случае диод состоит у нас из двух областей. Одна область у нас с вами, называемая анодом, которая имеет в своем составе преобладание так называемых дырок. И вторая часть у нас, сплавная часть диода, называется катодом, в котором у нас с вами преобладающим носителем заряда являются электроны. Они отрицательно заряжены. Соответственно, P-область, позитив – это область дырок, N-область, негатив – это область электрона. То есть поэтому, когда мы говорим про диод, мы говорим, что это PN-полупроводник. То есть он состоящий из двух областей. P-позитив, преобладанием положительных зарядных частиц, и N-негатив, преобладанием отрицательно зарядных частиц. При сплавлении этих двух металлов разнородных, в середине у нас, получается, возникает так называемый потенциальный барьер. Эта область характеризуется чем? Тем, что при сплавлении двух металлов, чаще всего это кремний и второй какой-нибудь, либо Индии, либо другой, часть дырок мигрирует в область катода. В то же время, при вплавлении катода в анод, часть электронов также мигрирует. Область анода. Соответственно, у нас появляется потенциальный барьер, который, с одной стороны, препятствует дрейфу зарядов, положительный заряженный дырок, область катода, и, соответственно, наоборот, отрицательно заряженные электроны также не могут мигрировать в область анода, в область всего того, что у нас там есть барьер, который препятствует протеканию зарядов. Соответственно, схеме диода обозначает и в виде вот такой стрелочки. Видите, вот она. Соответственно, левая сторона стрелочки положительный заряженный называется анодом, правая сторона стрелки отрицательно заряженный при угладании электронов, называется катодом. Соответственно, если упрощенно сказать, то можно сказать, условно у нас в теории принято, что ток течет от плюсов к минусу, и как бы значок диода показывает на протекание тока слева направо. То есть в одну сторону ток течет, в другую нет. Каким образом это реализовано технически? Есть вообще несколько теорий, которые объясняют, каким образом диод работает, но я возьму, наверное, самую простую. То есть получается, если мы с правой стороны батареи плюс будет у нас, слева минус, и подаем электрический ток, у нас получается каноду следует положительный потенциал. Соответственно, в этом случае что делать? Плюс отталкивается, и, соответственно, дырки начинают мигрировать так называемые потенциальные барьеры. Здесь что происходит? Противоположные заряды вот эти взаимно уничтожаются. То есть барьера со стороны анода нет. Соответственно, если мы возьмем правую сторону, то же самое, нам прикладится отрицательный заряд. Это приводит к тому, что отрицательный заряд отталкивает у нас, опять же, отрицательный зараженный электронный потенциальному барьеру. И, соответственно, здесь то же самое, плюс-минус взаимно уничтожается. И что происходит? И теперь у нас потенциальный барьер, состоящий из дырок, тоже его нет, да? И, соответственно, к чему приходит? К тому, что потенциальный барьер, так как отсутствует, ток начинает без препятствия течь от анода к катоду. И лампочка у нас с вами здесь загорается. Соответственно, ток протекает. То есть, какое правило? При подаче на анода плюс-катод минус, диод открывается, и через него течет ток. Во втором случае, в том случае, если мы возьмем и поменяем полярность питания, то есть, с левой стороны у нас будет минус, мы на нод подали минус, соответственно, на катод мы подали плюс. Что произойдет? В данном случае, отрицательный заряд, который приложен будет к аноду, он начнет притягивать к себе дырки. Соответственно, что у нас? Разноименный заряд притягивается, правильно? Поэтому все дырки мигрируют к аноду. Соответственно, с положительной стороны питания то же самое. Положительный заряд в силу притяжения разнородных зарядов переместит все носители заряда электроны соответственно, к катоду. Что произойдет? Ширина вот этого потенциального барьера, который не способен проводить электрический ток, его шерест. И что к чему приводит? Это приводит к невозможности протекания заряда через диод. То есть, диод проводить не будет. И лампочка наша не загорится. И таким образом, вот на таком принципе в основном работает большинство диодов. Ну, все практически. Ну, имеется в виду выпрямительные. Об остальных мы поговорим чуть позже. Далее, мы с вами чуть-чуть сейчас рассмотрим маркировку диодов. Ну, тут опять же, мы возьмем одну из распространенных маркировок, более или менее. Остальные, они примерно все плюс-минус такие же. Как говорится, какую маркировку не взяли, они все примерно одинаковые. То есть, обозначение диода состоит первая буква или цифра. Если буква Г или цифра 1 это Германия, значит, матер изготовления диодов в Германии. Если 2 или К кремий, если 3 или А арсенит галлия. Вторая буква, которая у нас идет затем, после первой буквы, соответственно, она обозначает тип полупроводникового прибора. Соответственно, если Д это диод будет, ВВА-рекап, эстабилитрон, и импульсные диоды, Ф фотодиоды, Н денисторы, утиристеры, С выпрямительный столб или сборка. После этого у нас с вами идут три цифры, которые указывают на значение диода. То есть, цифра от 101 до 399 означает, что диод выпрямительный, низкочастотный. Соответственно, диоды, которые имеют в составе своей маркировки цифры от 100 до 199 это диоды маломощные выпрямительные, низкочастотные. Имеешь в своем составе цифры от 200 до 299 это средняя мощность и низкочастотные. Имеешь в составе цифры от 300 до 399 это низкочастотные выпрямительные мощные. Соответственно, имеешь в своем составе маркировки от 401 до 499 это универсальные и их называют среднечастотные. 501 или 599 это импульсные или высокочастотные. Четвертый знак чаще всего буква она определяет разновидность диода внутри группы так называемой АБВГ. Но, насколько я помню, в большинстве случаев, по крайней мере, выпрямительных диодов, чем выше эта буква, тем больше обратное напряжение, которое может быть приложено к диоду. Соответственно, у нас включен тренажер и сейчас мы начнем с вами пытаться расшифровать наши все эти сокращенные обозначения. Первая буква К это кремниевый получается, то есть материал изготовления кремний. Второй Н это что? Это Денистор. 421 это у нас получается он универсальный или среднечастотный. Буква В определяет группу внутри серии. Соответственно. Кстати, на вот эти картинки не смотрите. В этом тренажере эти картинки умышленно сделаны неправильно некоторые с ошибкой. То есть когда мы с вами будем проходить обозначение, мы потом на это все посмотрим, какие из них правильно, какие неправильные. Допустим, вот 3У 221Е это что? Тройка это Арченик Галлия, У это управляемый, то есть это у нас тиристор, 221 это средней мощности получается, Е это рабочее напряжение среднее, которое он может выдержать. Или допустим, вот КЦ 321Е кстати, здесь его обозначение правильное. То есть кремниевый С выпрямительный столб, 321Е у нас это с вами мощный выпрямительный столб, В это различие на три группы. Или вот то же самое 9 возьмем. К кремниевый, D это обычный диод выпрямительный, 321Е это мощный диод, а это его напряжение, которое может выдержать. Вот по крайней вот правильный вариант тоже. К это кремний материал изготовленный, это стабилитрон, 521Е это импульсный, и буква данном случае у нас R почему-то, возможно она существует, да, это что у нас различие внутри группы так называемый. Вот допустим 17-й G, вот правильное обозначение, G это Германия материал изготовленный, N это неуправляемый, D, D, это 221Е это средней мощности, соответственно A это различие внутри группы. Или вот KS521B тоже самое. K кремниевый, S стабилитрон, 521 это импульсно-высокочастотный, B это различие внутри группы. Кстати здесь тоже обозначение правильное. Вот пожалуйста вы видите диод, но это стабилитрон. В данном случае можно сказать, что у него анод справа, катод слева. То же самое диод в стеклянном корпусе, здесь не видно, надо надписи смотреть. То же самое, вот он у нас, это среднечастотный диод старого образца, но тем не менее, плюс диодов старого образца, то, что на них на корпусе практически изображено, что это такое, то есть у него анод справа, катод слева. Или вот у нас допустим довольно распространенный диод, D226 металлическом корпусе, у него анод справа, катод слева. Или вот керамическом корпусе тоже 2D 213 А, это по-моему средней мощности диод, Соответственно у него наоборот опять же анод слева, катод справа. кстати современные диоды если взять, то у них тенденция пошла вот такая, обращаю внимание, то есть у них если более ранних версиях там иногда метился анод, сейчас на всех диодах, на современных корпусах таких, у них во всех метится катод, видите рядом лежит шпаргалка, то есть получается правая сторона анодная не помечена, а левая сторона катодная, где у нас полоска вертикальная, так как полоска с правой стороны значит правая сторона является катодом отрицательным электродом, левая сторона полоска является анодом, вот просто диод это КД-226 сфотографированный просто так, на нем можно сказать, что анод у него справа, катод слева, то же самое диод видите, у него получается анод внизу, катод вверху, или вот в таком корпусе то же самое у нас анод справа, катод слева потому что у нас видите полоска вот эта черненькая с левой стороны и соответственно для того, чтобы диод открылся слева надо подать минус справа подать плюс войдет вот в таких корпусах уже видите под гайку для чего это сделано это мощный диод соответственно для того, чтобы отводить тепло есть техническая возможность его на радиатор прикрутить захланяться и соответственно отводить тепло и выпрямлять ток большой мощности вот здесь вот видите ну тут это в основном германевые диоды в стеклянных корпусах малогабаритные но тем не менее то есть во многих случаях еще в чем проблема маленьких диодов обратите внимание на них есть цветные метки когда нет физической возможности их это сам подписать потому что будет слишком мелко они маленькие соответственно на них ставятся цветные метки и потом ты вынужден рыть или интернет или справочники разбираться какой из диодов какой или вот сборник допустим да то же самое здесь куча диодов видите они какие бывают самый нижний и два верхних это в стандартных корпусах выводных соответственно вот эти два которые квадратные четырехугольные с двумя ногами это тоже диоды просто у них видите сверху это уже твошные более новые корпуса сверху стоит фланис с отверстием куда прикручиваются они под радиатор чаще всего в таких корпусах бывают диоды шутки а вот с левой стороны вот красно-черный видите два диода это диоды уже безвыводные это диоды смд монтажа или вот то же самое но это сдвоенные диоды шутки которые применяются при этим при выпрямлении больших токов то есть левые два штуки они соответственно обычные диоды шутки а правые вот эти три с тремя ногами это сдвоенные то есть там в каждом корпусе по два диода соответственно одна нога одна нога является общей а две другие амодами либо катодами там зависит конструкция и последнее вот сверху вот идут слева направо идут диоды старых корпусах как вы видите там стеклянные металлостеклянные и так далее снизу вот так переводим это диоды современных корпусах чаще всего у них используется либо керамика видите соответственно температура которые большие температуры выдержат вот правее это стоят мосты которые включают в себя или сборки в них по 4 диоды левее это обычные диоды одинарные на этом сегодня я заканчиваю свой небольшой видеорассказ теперь ваша задача будет всю лекцию записать и наконец по завершении пройденной темы в силу того что мы с вами находимся на онлайн обучении ваша задача будет теперь ознакомиться с контрольным вопросом по уроку соответственно каждый вопрос вычитать найти на него ответ в виде уроки затем составить небольшой документ в котором в краткой форме изложить основные ответы на вот эти вопросы то есть соответственно вы должны будете ответить из каких областей состоит диод чем характеризуется анодная область диода чем характеризуется катодная область диода что такое потенциальный барьер или ПН-переход какие процессы происходят при открывании диода то есть когда он проводит ток какие процессы происходят при запирании диода когда он ток не проводит как на схеме обозначается анод и катод диода это все в видеоуроке есть затем вам надо будет сказать во второй половине видеоурока описано каким образом маркируется на старых диодах каким образом на новых и затем каким образом проводить диода диода определяется, соответственно, по метке на корпусе вы можете определить, где оно, где катод, и в какую сторону будет ток проводиться. Соответственно, последний вопрос. Чем отличается корпус от диодов в зависимости от их назначения? Соответственно, в конце уже, во второй четверти видеоурока, все это подъяснено. Затем вы это все упаковываете в Word-овский файл и отправляете мне на проверку. И, соответственно, затем я вас на платформе Moodle осуществляю оценивание. На этом у меня сегодня все. Успехов вам в работе. До свидания. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok